Расслабляйтесь по максимуму, призывают волонтеры экологического проекта «Видное за раздельный сбор отходов». Появился он 8 лет назад с стараниями преподавателя химии школы номер 5 Венеры Тарасюк. И за эти годы силами учителей и учеников, а также неравнодушных жителей города, тонны ненужных вещей подверглись переработке. Это пэт-бутылки различные, цветные, нецветные, питьевые, из-под химии, из-под соуса, масла. Пэт-полиэтилен – это у нас пакеты обычные, которые в магазине продаются. Но еще и пакеты такие шушащие, которые называются, они у нас из полипропилена. Всего более 50 пакетов для различного вида мусора. Металл, бумага, тетрапак, электрохлам. Список огромный. Такая щепетильная сортировка позволяет задействовать самые маленькие вещи. Надежда Пиюк говорит, что всегда задумывается, прежде чем что-то выбросить в мусорное ведро. «Дома мы крышки собираем тоже в пятилитровку, блистеры привозим, от яиц тоже. Стараемся максимально расширять свой ассортимент, так скажем, отходов, раздельный сбор отходов. И вот сын у меня тоже приобщается. Сказала, что акция, он сказал, мама, поехали». Ирина Колосова на сортировку привезла пакеты, которые заняли весь багажник. Женщина признается, что дело это трудоемкое и забирает немало сил, но уже несколько лет только так, только по правилам. «Я считаю, что это вклад в будущее для наших детей, которые останутся с этой мусорной проблемой. И вот я считаю, что это моя ответственность, то, что я могу отсортировать, принести и сдачу в переработку». Какие же вещи получаются в результате переработки? Да практически все – одежда, игрушки, канцелярские принадлежности, спорттовары, бутылки и упаковка – обретают вторую жизнь благодаря грамотной работе с отходами. И внести свой вклад в экологию может каждый из нас. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Бинное ТВ.